Девушки отдыхают На радаре-то не отображается Так что ЛСПД, парни Тачка не слишком быстрая Всего 150 А там, видимо, блядь, спорткар Опять очередной ублюдский Только проснулся Я, блядь, ему сейчас такую бутылку устрою Если вдруг поймать смогу Пиздец, меня вообще насрать, блядь Кто там за рулем Я такую сейчас бутылочку устрою Ой-ой-ой Даже Луна со своей песней Про бутылку позавидует Потому что я сейчас делаю Где этот мудак Сэр, вы не могли бы выйти из машины? Шериф округа Блейн, сэр Как вам не стыдно, сэр? Как вам не стыдно, сэр? Извините, извините, извините Что, извините? Что, извините? Говори по-английски Ты знаешь, английский урод? В машину В машину быстро В мою Заднее сидение Заднее сидение с моей стороны Бэксид Оф май сайд Садись Ну все, ему пиздец Извините, если у вас не будет Немного вода Сейчас все будет Сейчас все будет Знаешь, что это такое? Да, сэр, да, сэр Это избавитель от французского акцента 2017, сэр Он позволяет говорить на чистом английском языке, сэр Попробуем еще раз Кем вы работаете, сэр? Я работаю таксистом, но в данный момент... Нет, 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 сэр У вас получается очень-очень плохо Давайте попробуем еще раз Кем вы работаете, сэр? Я работаю таксистом, сэр Сэр Я смотрю, избавитель от акцента Сегодня немножко слабовато справляется с своими обязанностями Может быть, вот эти два зуба, которые только что выпали на асфальт Избавят вас от акцента Я помогу вам стать, сэр Не переживайте, не дергайтесь Сейчас мы попробуем еще раз Кем вы работаете, сэр? Я работаю таксистом Танкистом, сэр? Прошу прощения, сэр Нет, таксистом Почему вы находились не за рулем такси, а за белым спортивным Audi С номером не нашего штата 03JY444 Моя машина сломалась Кайфом украсть машину И вы решили под кайфом украсть машину Под каким кайфом вы были, сэр? Я не знаю Один из жителей продал мне немного травки Как выглядел житель, который продал вам немного травки, сэр? И где это произошло? Извините, сэр, я не буду говорить эту информацию Ты, должно быть, шутишь Я даю тебе 5 секунд на то, чтобы вспомнить эту информацию, сынок Раз Извините, сэр, нет В таком случае, садись в машину Мы немножко покатаемся Выходи из машины Иди вперед Я скажу, когда остановиться Стой У тебя есть 10 секунд для того, чтобы ты вспомнил Кто и когда У тебя есть 10 секунд На то, чтобы вспомнить Кто И когда И при каких обстоятельствах Продал тебе наркотики Хорошо Это был Стив Стив Он исчез из города Фамилия Я не знаю его фамилию Как он выглядел? Он просто продал мне траву Как он выглядел? В белых штанах и синий пол Я читал о нем в газетах Выходи из воды Я надеюсь, ты не соврал мне? Свали все на мертвеца, малыш Он мертв? Да, и тебе повезло, что ты жив Я могу пройти к капитану? Мне неизвестно, это капитан Купа Я могу пройти к капитану? Да, я думаю, вы можете к нему пройти Спасибо, мэм Я по рации Добрый день, капитан Меня зовут Шериф Пропер Я работаю в округе Блейн Вашего города Очень приятно познакомиться Я рад, что главой отдела Сделали не лейтенанта Хартмана Я надеюсь, у нас не будет с вами разногласий По поводу того, что у меня на севере иногда бывают чуть более жестокие методы допросов, чем у вас здесь Я вас прекрасно понимаю Я не привык к подобным решениям Все-таки я прибыл из НИПД У нас все довольно-таки централизовано И подобными вариантами мы никогда не пользовались Но я думаю, мы сработаемся Сэр, это национальный колорит, так сказать У нас так принято У нас есть крепкие парни, которые не хотят говорить, если не дать им небольшой щелбан Но все-таки я прибыл с севера, понимаете? Кроме того, я надеюсь, у нас не возникнет вопросов, когда я привезу сюда задержанного Мне не будут говорить о том, что я должен сам его допрашивать То есть, смотрите, какая ситуация Я ловлю у себя преступника, как сейчас я вам транспортировал Мариана Никима Он раскололся, во всем признался Я привожу его сюда, и один из ваших людей забирает его в допросную Где он повторяет свои слова, и вы сами сажаете его к себе в КПЗ У меня возникнут с этим проблемы Мне нужно будет возиться с вашими бумагами Стоять у вас в допросной И открывать и закрывать клетку Несмотря на то, что я должен быть в своем округе Я понял все Я вас понял Надеюсь, что проблем у нас не возникнет И вы нас поймете, и мы вас поймем Надеюсь на обоюдное сотрудничество Но учтите, и у нас тоже будут определенные требования До свидания, сэр Безопасность великолепная, сэр Скажите, шериф, вы не хотите после выборов проводить меня в последний путь до самолета? Кто знает, когда мы убедимся еще? Конечно До самолета, как это грустно Конечно, губернатор, без всяких сомнений Господин губернатор, вы улетаете из города? Да, у меня после выборов рейс до Израиля Боюсь, что я не успею на него и придется Лететь на вертолете Понимаю вас Вы летите туда по делу или В какой-то другой путь? Лечиться В последние дни у меня было очень слабое здоровье И я чувствую, что состояние только ухудшается Местное отделение полиции Ради вашей же безопасности Попрошу пройти за мной и пройти рамку металлоискателя Конечно, сэр Сэр, разрешите обратиться Обращайтесь, Мэти Местное отделение полиции меня игнорирует Я за 30 минут до дебатов Видите, как-то напишено по технической коллеге Явно он что-то ненезапно уникался И сейчас он ведет себя подозрительно Он ходит кругами Я отказался пойти Гранком, дал вот это Кто именно, сэр? Он выглядит Сейчас я его здесь не вижу Он только что был И куда-то побежал в сторону парковки Как он выглядит, сэр? Он в пиджаке Он в пиджаке Почти выбрит Такой маленький ежик Похож на футболиста Сокера Зидана Если знаете Готовится покушение какое-то Но меня это вообще мало волнует Менты пусть работают Если я увижу этого чела То переговорю с ним Я бы хотел его увидеть Я понял, он не на Зидана похож А на Бензиму Блин, что-то мне в толчок захотелось Очень жестко Все эти выборы Они как-то Расслабляюще действуют на меня Что еще есть вокруг этого здания На парковке, если его нет Может быть он на подземной Пойду проверю Блин, эта стройка Все-таки смущает меня Пойду-ка я изучу ее Попристальнее Два самых опасных На мой взгляд Место, которое я знаю Это парковка подземная С которой можно было бы Уйти в неожиданный момент Вот эта стройка Вот здесь можно залезть Руки над головой Руки над головой Поднять руки Я подвел ее Она хотела Она сказала, что он был лишний Он лишний Я должен убрать его Лейтенант Вы видите этого молодого человека Вот здесь Никак нет Секундочку Сейчас я Покажу ему первую помощь Потому что пуля Скорее всего прошла По касательной Зацепила его шею Он сидел Наверху на стройке С мушкетом Я случайно наткнулся на него Осматривая окрестности Будьте готовы Применить шокер Молодой человек Вы должны понимать, что вы упали С лестницы Вниз Так, похоже, что он поднялся наверху Пойдемте Он сидел здесь Со своим мушкетом Когда я предложил ему поднять руки Он не ответил Мне пришлось выстрелить Похоже, что пуля зацепила его Сказал он лишний Чувак Блять, как Просто нахуй Да, я Я вижу Я вижу У тебя небольшой вывих челюсти Когда ты ударился Об этот Об эту шину Ну, я даже не знаю Как Как должен громко играть NSYNC Чтобы такое произошло Даниэль Я читал ваши смски За рулем, сэр И Произошло вот Такое вот Я вправил тебе челюсть Иди за мной Насколько ты Насколько ты презираешь Наркодилеров Даниэль Я сам никогда не пробовал Наркотики Поэтому Сильно У нас на севере Я говорю У нас Потому что Я считаю тебя Своим человеком Ты вчера Больше работал здесь Чем Лейтенант Завелся Негр Который варит Мед В подвале Одного из Особняков И Я не хотел бы Сдавать его Хартману Потому что Я подозреваю Тут негр-медик Да, совершенно верно Я так понимаю Все уже знают Об этом Кроме того Сам губернатор Говорил мне Что этот негр-медик Очень опасен А еще он назвал Меня официантом Представляешь, Даниэль Так мы с ним Хотим сотрудничать Или Нет Нет, мы не хотим С ним сотрудничать Я боюсь, что Сейчас мы поедем Делать фотосессию Для журнала Я нашел Какую-то Жирную толстуху Отвратительную Сказал, что она Будет фотомоделью Когда мы начнем Когда мы начнем Ее фотографировать Врач будет стоять Неподалеку Подойдешь И вырубишь Его дубинкой По затылку В принципе На этом все Чтобы Чтобы Было Меньше Подозрений Я попробую Поговорить С этой жирной Курицей На тему того Чтобы она Подвернула Ногу И в таком Случае Ты подойдешь К нему Когда он Будет Выполнять Свои прямые Обязанности После этого Я официально Назначу Тя своим Помощником Ты все равно Будешь Периодически Отмечаться В ЛСПД Если они Начнут Сильно Вонять Перейдешь Ко мне На полноценную Службу Но В любом Случае Мы собираемся Здесь Сделать Настоящий Полицейский Участок В котором Будет Настоящий Закон и порядок А не то Дерьмо Которое Тащит Тащит Хартман Этот Жилоб Из Нью-Йорка Подзовите Ко мне Мисс Ноябрь Сандра Сандра Фотограф Вы готовы? Фотограф Вы готовы Начинать фотосессию? Да Сандра Смотрите Вот это Вот место Мне кажется Идеально Подходит Посмотрите Какой тут Прекрасный залив Вам нужно будет Делать Примерно Вот это Вот То есть Максимально Эротичные позы Как будто Вы немножечко Хулиганите Встаете Передом Задом Чтобы мы Смогли полностью Оценить Вашу красоту Лучшие фотографии Будут Безусловно Будут Безусловно Так сказать Использованы Для календаря Но Ничего Особо Пошлого Так что Можете Не переживать За свою Репутацию Можете Потихонечку Начинать Да Здесь Неплохие виды Очень Очень Красивое Место И Безлюдное Что Немаловажно А какова Модель Как Хороша Я извиняюсь По всей видимости Я забыл Лекарства В машине Я мог бы Отойти Нет Нет Вы что Тут Слишком Большой риск В любой момент Может Произойти Посмотрите Она стоит Прямо На краю Красота Требует Жертв Понимаете Поэтому Вы сходите За лекарствами Если что-то Случится Давай Бачком Бачком Теперь Другим Другим Бачком Повернись Другим Я просто Хотел Подогнать Машину Если потребуется Оборудование Волтер Волтер Пожалуйста Подгоните Машину У него Прекрасные Прекрасные Навыки Вождения Мы не будем Вас отвлекать Сэр Медицинскую Машину Машину Медоработника Да Конечно Ага Вот это Эротично Это уже Эротично Осторожнее Сандра Давай Обратно Обратно Ляг Обратно Ляг Ты хороша Ты хороша Ой-ой-ой Мэм Боже мой Сэр Сэр Нужно немедленно Оказать первую помощь Сэр Я бегу Сэр Господи Как Прогнозирую Как же это Произошло И телефон Понял Сейчас я Помогу Я отобрал Тебе рацию Телефона Держи его На мушке Я Попробую Какого Хрена Происходит Я Медик Даниэль Ты видишь Девушку Куда она Упала Так точно Рядом Она Кажется Встала Да Отойди Пожалуйста Отойди Пожалуйста Мисс Ноябрь Отойдите Мы с вами Поговорим Стойте Наверху Пожалуйста Так Ты помнишь Как ты назвал Меня Официантом Зайка Ты помнишь Как ты назвал Меня Официантом Зайка У тебя Есть Последний Шанс У тебя Есть Последний Шанс Рассказывай Что вы делаете В том Ранчо А как сам Думаешь Это не обязательно Это не обязательно Не двигайтесь Пожалуйста Никуда не погодит Хорошо Раз это не обязательно То Знаешь Я не вижу Ничего обидного В официанте Но Тебе бы стоило Следить За своим языком Подожди 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 Да Подожди Да 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 Давай 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 Показалось Что вначале Мы Нормально Поладили Да Мы нормально Поладили Мы могли Мы могли Поладить Мы могли И выйти на контакт Броно Нужно Следить За своим Языком И Губернатор Лично Попросил Меня Сделать так Чтобы ты не Пугал Других Медработников Если ты понимаешь О чем я Ведь клятва Гиппократа Это святое Когда ты Даешь ее Ты как бы Говоришь Я не буду Варить Мед Я не буду Давить на людей Я не буду Обзываться Официантом Так что Скажи Спокойной ночи Педрила Кстати Артур Похоже Что Твой дом Я заберу Бесплатно Все Уходим Уходим Ребята Да Спасибо большое Уолтер Отойди Пожалуйста Выйди Из машины Да Да Я понял Да Блять Уходим Что Лим Не Уходим Семью μ Семью 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 1 2 3 4 да наш город стал намного чище мы только что устранили особо опасного преступника который варил метр распространял его на наших улицах кроме того мы устранили человека который был убийцей я лично видел как он убил толстяка в аэропорту так что ничего страшного ничего страшного мы можем подождать старинам эти тут скажи чтобы мэтью подъехал в окружной офис мой я поговорю с ним на полета бэй бульвар полета бэй секундочку я спущусь тогда скину их тела мы обсудим то что случилось здесь в офисе мисс ноябрь я должен вам 15000 и обязательно заплачу просто идите за нами да кстати вы стали соучастницей массового убийства потому что по законам штата конечно в округе блэйн это считается правосудием но там это считается не таким хорошим поступком поэтому я просто предлагаю вам самое главное скажите мне да нет нет никак никак нет вы хотите работать моей помощницей и не только быть мисс ноябрь так сказать секретаршей какую зарплату вам платил губернатор хорошо я буду платить 5000 в день и вы нанимаетесь камняник хардман он да это жутко пидорастический зонт но возможно именно такой зонт нам всем стоит увидеть сейчас когда мы совершили нечто подобное мисс ноябрь я заплачу вам авансом 15 и буду платить 5 каждый рабочий день когда вы будете работать моим секретарем но никто не должен никогда узнать что здесь произошло нет нет можете не переживать даниэль ты помнишь где мы припарковали момент с вашим отцом я все понимаю все понимаю мой отец уверенно оценил бы то как мы боремся с преступниками в этом штате сейчас не пугайтесь я буду есть многие говорят что это выглядит отвратительно но это как минимум странно конечно ну что поделаешь я я не видел как вы идите поэтому я вздремну минут 10 ближайших никуда не отходите это очень важно если кто-нибудь придет скажите что я скоро проснусь и что меня невозможно разбудить даже выстрелом из пушки сэр вас понял сам вас отвезти туда нет нет ничего страшного как продвигается ваше расследование с метамфетамином и подпольной лаборатории вы нашли врача знаете он куда-то пропал я сегодня видел одни я сегодня видел одного в респираторе такого знаете лысый в респираторе мне кажется это тот человек который вам нужно вы путаете его что 6 кого-нибудь встречу я вам обязательно сообщу сэр надеюсь на это шериф господи прошу прощения очень много дел сегодня было на севере м я поздравляю вас с победой в выборах я уверен что вы будете отличным губернатором я лично голосовал за вас и все кто имеет отношение к департаменту шерифы голосовали за вас как же вы великолепно выглядите на этой должности спасибо шериф у вас очень вкусный кофе главное 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 не пейте никогда кофе верхнего автомата lspd но ужасно если вы будете там случайно то или специально будете навещать и кто всегда пейте кофе из нижнего автомата это тайна но мы у вас новая блузка как она хорошо вы получили в чем и отчет вы еще были к значения получила отчет получила отчет передала его самой же себе так как я теперь губернатор и ваша зарплата за одну смену составляет 15000 вчерашнюю сегодняшнюю я также жду отчет хорошо я пришлю я пришлю отчет уже готовится огромное вам спасибо огромное вам спасибо за то что навестили нас мы стараемся бдеть все будем на связи тогда я вам буду каждый день привозить зарплату либо я либо мой секретарь да хорошо я бы так рад видеть вас почаще но надеюсь что вы найдете секретаря мэм и я могу сам приезжать к вам если вы да будем договариваться хорошо здорово удачного вам мы губернаторского срока и не забывайте присылать мне на компьютер новые списки промышленников мэм а также людей которых есть право владеть оружием потому что многие из них у нас здесь на севере и я буду сообщать вам не только успехах нашего департамента шерифа но также и о некоторых вещах которые связаны с lspd знаете ли сегодня там новый начальник и в принципе он неплохой мужик и помогал мне во всем но есть там люди которые любят ставить палки в колеса и я слышал что у многих возникают проблемы потому что местная полиция давит и запугивает людей например репортер мэтью он я могу вам сказать где сейчас мэтью за 100 тысяч долларов ммм но вы знаете мы с мэтью не друзья честно говоря я понимаю возможно вам нужно возможно вам нужно или хочется знать где находится мэтью потому что говорят что у нее есть какие-то фотографии и факты и всего за 100 тысяч долларов мэм я могу вам сказать где в последний раз видел мэтью сэр это слишком огромная сумма и не думаю что у мэтью есть какие-то фотографии которые могут крым компрометировать меня хорошо моим надеюсь все будет нормально до свидания мэм вы прекрасно выглядите шериф до свидания не хочет как хочет потом пусть не обижается я предлагал когда народ взбунтуется она пожалеет что не заплатила а Продолжение следует...